Главной темой заседания Оперштаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций, состоявшегося под председательством губернатора Михаила Дегтярева, стала реализация мероприятий Федеральной госпрограммы России «Комплексное развитие сельских территорий в регионе». Руководитель территории подчеркнул, повышение благополучия и качества жизни людей – базовый приоритет в работе региональных и муниципальных органов власти. Все жители нашего края, вне зависимости от места проживания, должны иметь равные условия для жизни, работы и отдыха. Особенно это относится к малым населенным пунктам. Напомню, в регионе сельское население составляет более 211 тысяч человек. Это 16,5% от всего населения края. В крае для поддержки развития сельских территорий делается многое, подчеркнул Михаил Дегтярев. Работа проводится с использованием различных механизмов, в том числе за счет Федеральной программы комплексного развития сельских территорий по линии Минсельхоза России. И это приносит свои результаты. В 2023 году по нескольким направлениям привлечено существенно больше средств, чем ранее. Причем на мероприятие по благоустройству территории Хабаровскому краю выделена самая большая поддержка из всех субъектов страны – 152 миллиона рублей. Если в прошлом году реализовано 36 проектов, то в текущем уже 103 инициативы в работе. Рост почти в три раза, а это значит, что больше людей смогут получить комфортные условия для проживания, заявил губернатор. Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия края Павел Старожук, все проекты уже законтрактованы. Более того, девять из них уже успешно исполнены, 60 идей будет реализовано в июле, а остальные в августе-октябре. Возможностью улучшить жизнь на селе за счет федерального бюджета воспользовались 32 муниципальных образования. В лидерах традиционно Верхнебуриинский, Хабаровский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванские районы и районы имени Лозо. Руководитель края попросил глав районов, двоечников активизироваться. «Коллеги, проекты благоустройства очень нужны и востребованы. Ваше реальное софинансирование всего 3%. Пора включиться в работу», – нацелил районные власти Михаил Дегтярев. Еще один вопрос, который был поднят на заседании оперативного штаба, касался выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным по реформированию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Глава государства поручил перейти на механизм долгосрочных планов развития опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. «У нас определено 16 опорных населенных пунктов. В срок до 1 июля 2024 года должны быть утверждены планы и их долгосрочного социального и экономического развития на период до 2030 года. Поэтому прошу экономический блок совместно с отраслевыми министерствами помочь органам местного самоуправления помочь в подготовке долгосрочных планов по каждому из опорных населенных пунктов. Именно по ним мы будем работать, запрашивать средства, сверять показатели», – подчеркнул Михаил Дегтярев. Напомним, развитие сел и поселка в Хабаровском крае осуществляется за счет сразу нескольких механизмов. Помимо отраслей федеральной программы реализуются национальные проекты, строятся ФАПы и амбулатории, открываются точки роста и ремонтируются спортзалы в сельских школах. Благоустраиваются общественные пространства, оснащаются и модернизируются муниципальные музеи и другие объекты культуры. По линии краевых программ обновляются устаревшие ДЭС. С этого года запущен проект «Автолавки в село» для трудодоступных поселений. А в рамках флагманской инициативы «Край комфортного проживания» увеличено финансирование деятельности ТОС до 250 миллионов рублей. Из 379 отобранных проектов 13 уже реализованы. Также готовится региональная поддержка сельхозтоваропроизводителей на строительство служебного жилья. Предприятия смогут получить до 30 тысяч рублей за один квадратный метр построенного жилья, анонсировал губернатор.